Сейчас мы находимся в Санкт-Петербурге, на улице Маяковского, в галерее мастер-класс. И несколько слов о галерее и о создании фонда нам расскажет его руководитель и основатель, как я понимаю, Тамара Семенова. Итак, пожалуйста, немножко расскажите про выставки, которые проходят, про деятельность фонда. Здравствуйте, дорогие друзья! Вам посчастливилось попасть на удивительную выставку Инны Абзаловой, которая привезла ее из Уфы. Сейчас она проживает в Санкт-Петербурге, но многолетний труд по изучению знаков и символов этого мира и цивилизации не пропали даром. Потому что Инна нам представила коллекцию из своих работ, которые выполнены в ее индивидуальном стиле. Это выпиленные из фанеры артамхекты, которые потом подвергаются специальной обработке, покрываются левкасом и расписываются. Но их удивительная ценность в том, что они несут очень редкую и глубокую информацию. Дело в том, что Инна много лет изучает архаические знаки и символы. И, скорее всего, в каждом из этих произведений собраны кельтские, сармадские, скифские, этруские переплетения. Такой симбиоз, да? Симбиоз, да. То есть она попробовала саккумулировать им в своих работах. Она представила такие деревья, связанные с звериной культурой, которые были и в Междуречье, и в старых персидских миниатюрах, и в наших древних. И вот эти вот узлы, которые свойственны кельтским народам. То есть и всюду прочитывается какая-то общая тенденция, общая связь. И от этого становится, знаете, как познание своих глубинных корней. Очень многие люди приходят сюда, увидят вот этих мифологических животных. То есть птицы, сиринга, майоны, это древние русские, древние славянские истории, завязываются вот в такую вот орнаменталистику. И часы, как знак времени. В общем, все это производит очень сильное впечатление от того, что мы погружаемся в целый древний мир, который открывает нам этот автор. А это вот как интерьерные вещи, да, наверное, автора? Да, она изначально, как художник по интерьеру, думала, как украсить пустую стену каким-то таким предметом или артефактом, который мог бы, ну, сочетаться с пространством. И дело в том, что, когда спрашивали, ну, почему такая гамма очень мягкая, такая, не кричащая, не яркая, она отвечала совершенно резонно, что человеку иногда глаз может уставать от ярких каких-то всплесков цветовых. Например, ее произведения, она их даже... А это ее же вышивки, да? Да, они продают, и одни из ранних, это вот «Цветок жизни», собственно говоря, по закону фракции и геометрии, это фракции, из которых состоят там отчайшие частицы, вот такая структура, а вот там строение этих нейтринов, нейтронов, которые несутся, да, сквозь наше все, сквозь материю, вот представлено в таком орнаментальном виде. Вообще зеркала чудесные, вот я так смотрю, издалека. Зеркала, в целом эпохе Возрождения. Да, да, да. Просто сразу же, как ты вспомнила Сандра Боттичелли с его весной, это все настолько тонко и раскрывает вот все эмоции, когда ты смотришь. Вот это произведение приобрело консульство ЮАР, потому что, видимо, какая-то африканская история там прослеживается. Ну, и опять-таки, вот эти вот цепочки Денка, да, которые в орнаментах тоже использованы. А здесь резьба есть, или вот что это, или это фактура, или это резьба именно? То есть она выпиливает всю лобзиком, всю структуру, а потом еще проходит реже по дереву, и создается вот такая вот объемная история. Потом она покрывает левказом, и потом наемалями, такими специальными красками расписывают все. Очень интересная работа. Мне кажется, уже, на самом деле, под такую работу надо, наоборот, интерьер создавать. Да, вот, ну, мне где-то, кажется, отчасти она может даже и какой-то интерьер, даже и, как сказать, ну, вот, видела работу, и сразу хочется, вот, ну, на этой стене она очень интересна, но вот как-то вот возможно даже, знаете, как вот иногда, как говорят, покупают работу какую-то, скульптуру, и под скульптуру, наоборот, даже могут сделать ремонт, или как-то интерьер даже формировать, да? Ну, мне, возможно, вот в этом дереве, это даже не древо, это лабиринт. Собственно говоря, мы мечтаем, вот группа художников, нашего мастер-класса, мы мечтаем создать этот лабиринт на Дворцовой площади живых растений. Уже много лет, потому что Андрей Ивагин, известный очень герметик и художник, такой человек мира, он буквально завещал нам создать лабиринт, и в контексте последних лет, 21-го тысячелетия, мы понимаем, что мир – это то спасение для человечества, которое может удержать стабильность нашего времени. Поэтому лабиринт – это один из древнейших знаков, даже в храме Феодоровской иконы Божьей Матери, который был воздвигнут в честь юбилея дома Романовых, там, на Пангулу, в этой церкви расположен лабиринт. Многие не знают, там это. Ну, я первый раз слышу, да, да, да. Посмотрите, это, в общем-то, будет Богу, путь к себе, путь к любви, совершенствования человека. Поэтому, знаете, со всеми шумой такого потребительского отношения к жизни, да, и там, наших лайков среди молодежи, там, кто выше прыгнет, кто, там, дальше бросит. Ну, отсылок к таким каким-то глубоким вещам, спокойным. Ну, просто, мне кажется, насущная необходимость тоже. Надо когда-то вовремя остановиться и подумать, кто мы, что мы несем, что мы можем создать в своей жизни. И вот Инна Абзалова как раз тот философ, который до 20 января может познакомить со своим творчеством. То есть еще месяц, фактически, да? Да, в расстрации нашей галереи. У нас вход свободный для всех, и мы с радостью рассказываем, показываем, даже отвечаем поим гостей нашей галереи. Потому что, ну, мне кажется, настолько можно много почерпнуть, посетив эту выставку. И очень наполнено, что это так... Она действительно такая рождественская, я бы сказала, да? Она радостная. Да, по какой-то такой тематике такой полусимволической, полусказочной. Вот я смотрю сейчас, вот зеркало с драконом. Зеркало, понимаете, Инна говорит, что зеркало-то не зеркало, а это озеро волшебное. Ну, да, да. Озер, озерная гладь. Я не давно была в Японии, там Золотой дворец, как раз тоже вот эта метафора, озеро как зеркало, а тут зеркало как озеро. Очень перекликается с какими-то интересными мыслями, свойственными той или иной культуре. И главное, так много работ. Вот, вот, очень много работ. Золотворные авторы. Да, да, да. И счастливая возможность. Видимо, она сама еще не видела в полном объеме всю свою коллекцию. И тут вдруг, когда все стало на свои места, и, да, зазвучало, в унисон все. Очень интересно это. Золярный знак, колесо жизни. Тоже, вот я вижу скифско-сармадские какие-то символы и знаки. И это, конечно, сарматское золото так и называется. Потому что одна из богатейших коллекций, это скифское золото. И там икрашения. Конечно, сказать, что это там дикие кочевники создавали и тонкие произведения искусства. Это просто, ну, как сказать, невежественно. Надо, конечно, изучать историю своих предков. Помните блог? Как говорил, да, скифы мы, да, азиаты мы, с роскосыми и жадными глазами. Отчаянно. Он тоже очень красивая работа. Очень. Почти же Гирванская башня. Но, думаю, это башня какую-то... Вы недавно совсем узнала, что вот этот... Мой сын маленький называл это магией. Вот этот завиток. А на самом деле, знаете, это передание о том, как рождается папоротник. Папоротник волшебный, как бы, магический такой знак. И у кельтов он использовался. Ну, все, как у природы, да? Вот как бы много где папоротник, ракушка. Вот раскрывающийся растущий папоротник, это вот этот завиток. И он использовался и в порочной культуре, потом во многих архитектурных, и у греков, и у римлян. Собственно говоря, вот Инна, она как-то комбинировала все в свое произведение. И это так... Ну, очень органично как-то вот все это слилось. И в текстиле, тем более это отдельный. Отдельный такой. Отдельная техника непростая. Ну, и вот тоже эта же тема. Очень многие художники отмечают льва, но на многих гербах, в их цивилизации существуют, присутствуют, в этом персонаже, такие смелее. У нее такой очень человекоподобный, я бы сказала. Он очень похож на ее мужа. Вот. Я так почему-то подумала, наверное, какой-то знакомый, близкий человек. Ну, может быть, по знакулю, да, или благородных кровей, или ощущение такое от человека тоже красиво. Такие славные зеркала, потрясающие совершенно. Ну, очень так, самобытно. Очень интересно. А я просто, ну, из той серии «Зайца-черепаха» спираю черепашек. У меня потрясли эти, тоже спиралевидные, вот змейки на черепахах, вот эти тюрье. Рыба. Рикарпы, как я понимаю, тоже, да? Угу. И вот они используются. Нет, очень интересные, как интерьерные, такие вещи очень какие-то. И теплые, и философские одновременно. Да, это нас не норовоучает, не поучает чему-то. Просто заставляет как-то улыбнуться, может быть, почувствовать тепло от этих работ. Они очень такие несущие, позитивные. И немножко отсутности нас так, чуть-чуть выводящие, да, в какую-то такую другую реальность. У меня есть автор еще, Светлана. Соавтор, она помогает ей что-то реализовывать, да? Светлана Надольская, но в некоторых произведениях она там принимала участие. Могу сейчас сказать, в каких именно. Она осталась жить в Уфе, поэтому присутствовала при открытии этой выставки. Открытие было очень таким взрывным. Люди не ожидали, они заходят в этот зал. Что это? Это живая энергия. Ну да, просто мы много знаем так или иначе питерских художников. Уже примерно какой-то, ну не сказать стереотип, но такой вот питерский воздух, как бы он несет какую-то свою энергию, да? А здесь вот что-то другое. Какой-то вот новый такой. Уфа, это же Башкирия, тоже там много древних мифов, легенд. Ина впервые участвовала в нашем фестивале, в 27-м международном фестивале искусственных мастер-классов. У меня поразила ее работа, какие-то мои воспоминания детства, трава из-под снега, трава, оставшаяся, знаете, на поверхности сугробов. И она им этой траве сделала человеческие лица, она писала, улыбающиеся, счастливые. Интересно. Тамара, а может быть расскажете вот о мастер-классах? Ну вот как их правильно назвать? Фестиваль это или... Да, это ежегодный международный фестиваль. Он продолжает свое существование, да? Да, он уже перевалил отметку 27 лет. Несмотря ни на что, мы собираем художников. Мы собирали в день Пушкина, в день рождения Пушкина, 6 июня. И более судьбы так получилось, что в 14-м году нам обратился фонд «Воинский собор» и предложил почтить память воинов, павших в Первой мировой войне. Мы долго выбирали дату, и у меня был такой сон, можно так сказать. Не знаю, как для Ютуба это было бы уместно говорить, что мы выбирали сентябрьскую дату и выбрали, ориентируясь на том, что явилась Богородица русским солдатом. Впоследствии ее назвали «Августовская победа». Она была, видимо, там, со 100 километров, несколькими полками. Просто в небе произошло такое явление. Ну, метров 10-20 изображение, как на экране, женщина с младенцем, которая показывала на Балканы. И там состоялся этот кровопролитный бой, где не погиб ни один солдат, не было потерь. И после чего Священный Синод разбудил уголовное дело по расследованию, что же это было. И выяснилось, что из-за 100 километров казачий полк видел. Даже Вадимир Маяковский, Кандинский написали картину, такую псевдополитную плакату об этом явлении. И каждому солдату во время Первой мировой был выдан образ этой августовской победы. Августовский лес в городе Августов. И в 2014 году нам пришла идея миру показать, в 2014 год очень серьезные проблемы с Украиной. Да. Да, мир такой затрепетал ожидание, что вот-вот произойдет что-то нехорошее. И мы попробовали воссоздать крест милосердия. И выложили 1296 холстов красного цвета на площади дворцовой о подножье Александровской колонны. Огромный красный крест, который означал не только крест спасения, да, как милосердия, но еще и декларацию Рерихов о спасении культурных ценностей, которые оказываются в зонах конфликтов. А также мы отметили в эти дни жизнь лазарета цесаревича Алексея, который располагался в Зимнем дворце. И впервые в жизни сёстрами милосердия стали дворянские сословия. Женщины-дворянки, которые ухаживали за солдатами низших чинов. Представляете, в Сашском дворце расположился лазарет, где простые солдаты лечились и также лечились пленные, плененные. Поэтому это беспрецедентно. Это акт доброй воли, милосердия со стороны русского народа. Поэтому мы постелили этот крест как меморандум того, что мы не хотим вредить воинам и насилиям. И мы закрываем этот ящик Пандоры. Мы раздали холсты людям, и через 4 года, в столетие, окончанием Первой мировой, мы выставили 12 пилонов. Художники, дети написали свои работы «Мир без войны». И опять 14 сентября мы под вынос квартирских знамен, под колокольный звон, с молебном в честь памяти павших героев против насилия, создали такую инсталляцию. В этом году мы посвятили проекту Александру Лёдовичу Штибленцу. И в сквере Воронехинском отметили лучших из лучших мастеров. Это и Вадим Либеркан, и Александр Позняков, и стереограф ленд-фильма. Получили шапочки мастера. От художников знак признания. Это и Александр Ангелевич, который снял фильм «По следам Жавы и Густо». Ну, очень многие художники и скульпторы. И Сергей Борисов. Это выпускники мухи, или это не обязательно? Они, это люди, которые мы выбираем по совокупности вклада в современную культуру и их мировое значение для развития прогресса. То есть у нас есть совет мастеров, который отмечает людей, которые что-то сделали для своего времени и для потомков. И вот этот фестиваль, 27 лет, уже он очень красивый. Нам даже удалось остановить ненастную погоду. И развертись небеса 14 сентября. Был ясный день, ветер, правда, был. И мы подсветили все деревья в Воронехинском сквере. Звучала музыка, в исполнении оркестра «Северный город». И мы рассказывали об этих людях и поблагодарили их за то, что они делали. А какими-то планами поделиться сейчас уже можете, что будет в следующем году? Ну вот мечта создать этот лабиринт мира на Дворцове. И также осенью мы планируем. И также отметим в лучших случаях, у меня мечта сделать эту церемонию. Мы все время в разных местах ее проводим. Это и остров Елагинский, и лестница инженерного замка, и Михайловский сад, и у подножия храма Воскресения Христова в Спасной Крови, и Дворцовая площадь. Все время, как и Исаакиевский собор, восточный фасад. Мы делаем это под открытым небом при движении небесных светил. То есть солнце заходит, луна восходит. Как-то это все производит впечатление. Так что и на Якорной площади в Кронштаде у нас проходила церемония. В общем, не оставляет равнодушными и какой-то особый акцент на архитектуру Петербурга. Мы делаем самую лучшую декорацию мира. То есть тематика меняется в зависимости от каких-то событий. Мы великим мастерам прошлогодний год, позапрошлый год, все флаги в гости будут к нам. Прошлый год, лабиринт мира мы хотим создать. Вот 20-й год, потому что... А вы сказали, он из растений должен быть? Да, мы уже, это практика у нас в пятом году мы постелили газон живой травы. И метафора, каждая травинка живая, душа солдата, просто никого не оставила равнодушным. Потому что вдруг площадь зазеленела живой травой. Сергей Дот из Берлена привез три алых розы. Мы посложили на этот газон. И это было очень знаковым. Я думаю, космос удивился, потому что вдруг зеленое пятно в центре города. На будущий год, в шестом году мы высадили в таких конечных кубах, кашпо, 84 липы, которые потом подарили городу и высадили в ареале городской среды. А это что-то цифра означает или нет? Ну, так получилось, потому что мы рассчитали корею. А, по... Ну, как бы с архитектурой связана эта цифра. Ну, может, это попало в золотое сечение, угадали. Ну, в общем, не хватает зелени в нашем городе. Ну, да. Тем более, что эти туи, мы планируем, что это будут туи. И также это будет медийный проект, в котором мы рассказали бы о цивилизациях, о культурах мира, поскольку это такая получается история юг-запад, юг-север, запад-восток, то мы бы рассказали о культурах севера, юга, востока и запада на экранах, которые были бы в тупиках. То есть человек наполнялся бы, проходя к ангелу, к этому центральному, к центральной доминанте дворцовой площади, уже что-то узнав о культурах мира. Потому что культура – это та заломинка, которая спасет человечество. Я надеюсь, что, ну, по всему культуру – в познаваниях, в поведении, в мышлении, в любви даже, в пожертвовании, взаимопонимании. В общем, у нас же не так много в городе каких-то фестивалей, которые бы на улице искусство этого ходило, там, например, на летний какой-то сезон, да? Ну, как, например, вот в Париже они периодически ставят на знаковых площадях. Мне тяжело убедить, но все-таки есть машина, система, которая там планирует свои проекты. И мы являемся такими сумасшедшими звеном, тем более, что этого никто никогда не делает. Мы как пионеры, и вот я отдам должность вице-губернатору Тарасову, который осмелился услышать нас с травмой. Ну да, я, признаться, вот не знала идеи, вот то, что вы сейчас озвучили, просто я видела на фотографиях, и поскольку я идеи не знала, и как-то я не прочла, я думала, что это какой-то, знаете, да, 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 вот как сады в Михайловском саду, да, вот там императорские сады, вот такого плана, знаете, озеленение, т.д. Вот я так решила, что это вот так, что-то из этой параллели, вот, а оказалось все несколько иначе. Да, мы стараемся напомнить современникам о каких-то глубоких этапах становления нашего государства, чтобы, ну, наполнять людей вот этой ответственностью, этой силой духа даже, да, гордостью за то, что люди действительно создали уникальное, беспрецедентное вот это вот на Африканской территории. Да, я думаю, что это очень сильное такое вот сообщество людей, которые могут за идея, да, работать круглосуточно, только чтобы мир стал лучше и чище. Поэтому я больше двух недель нигде не могу находиться ни в одной точке мира. Меня намагнитит, опять намагничивает мой Петербург, любимый. И поэтому, знаете, я тоже оглядываюсь назад, думаю, как это было возможно, но видимо сам город участвует своим духом, помогает очень сильно существованию таких замыслов. И самое главное, что дети, с которыми мы работаем, мы же ежегодно с детьми от трех лет из самых таких сложных ситуаций, наши волонтеры, идут к деткам, которые оказались там без попечения, инвалили дети. Мы их собираем в Исаакиевском соборе под куполом, и мы с ними размышляем на темы, важные для сегодняшнего современного общества. И создаем на глазах буквально с нуля 50 на 70 картон белый, вдруг становится мыслью вслух на тему, им великим мастерам, дети размышляют, кто такой зодчик, кто такой создатель архитектуры. Архитектура – это, мне кажется, вершина знания, потому что, чтобы создать архитектурные произведения, надо обладать колоссальным количеством знаний, в том числе математика, геометрия, перспективы, знать все эти пропорции золотового сечения, чтобы воздвигнуть, создать архитектурные произведения, которые стоят сотни лет и являются эталонами для будущих поколений. Случайно же Петербург взял очень много от античного и очень много зданий классицизма. Петербург взял, по-моему, отовсюду, где только мог. Да, благо, что и итальянцы ехали, что и немцы и так далее, то тут понятно, что мы так или иначе уже в таком симбиозе находимся. Самый красивый год, самый добрый, самый прекрасный даже в плане нашей молодежи. Настолько красивые люди, что диву даешься. Настолько красивая молодежь своим содержанием. Тамарочка, я так понимаю, что у вас проходят и какие-то презентации литературные, может быть, музыкальные, там какая-то выставка. Сейчас вот зашла Леония Берег, буквально она будет презентовать свою книгу. Она 10 лет находилась в поисках каких-то новых фактов, новых... Это искусствоведческие работы? Да, это научная работа, вот, это замечательная Леония. Здравствуйте. Здравствуйте. Бонжурно. Бонжурно. Боль добрый вечер. Более добрый вечер. Благодарю. Благодарю, благодарю, Тамаре. Чисто. А может быть... Да, Леония Берег, я про вас только что рассказала, эта информация, по-моему, будет размещена в Ютубе. И просто я рассказала, что вы 10 лет изучали эпоху Возрождения Шлава-Пути. Шлава-Пути, это заканчивается выставка единомышленников петербургских художников. Это группа художников, да, тут? Да, Леония Берег. Ага. Какая-то интересная такая-то... Да, техника такая, знаете... Смешанная, это даже, я не знаю, это какие-то, что за краски такие? Ну, скорее всего, это тоже какой-то грунт или газ, который уже там имеет свой цвет, может быть, как-то это заливается. Но, ну, интересно, и техника очень симпатичная. Декоративные такие работы. Деревья очень красивые, эти моменты, тут есть такой вот. Так, а фарфор так ученее. Наталья Маркелова, фарфор, и Наташа постоянно наш... А какие-то музыкальные тоже бывают, да, у вас? Да, кстати, у нас находится замечательный белый лояль, который мы используем. То есть иногда приходят музыканты, просят поиграть, разрешаем позвонить. А это вот тоже акварели разные, да, то, что вы сказали? Да, это группы художников, которые тут объединились в таком творческом альянсе. А, и вот там, к Рождеству, давайте покажем, там какой-то чудо-чудо пряник, да? Да, это литанский пряник, в виде цирка на фонтажке. Ух ты! Да, причем он двусторонний, этот пряник, можно заглянуть. Боже мой, это какой-то шедевр. Да, представляете? Это вот... Это все испекли наши мастера. Это вот, вот это Валерия Олеговна делает, которая... Да, да. А, удивительно. Слушайте, я не знаю, у кого же рука поднимется, а вот с другой стороны... Слушайте, вряд ли ему поднимется рука. Да, это... Тут какой-то... Ой, слушайте, а тут что, свет зажигается? Да. Ой, а как же это зажигается? Ну, мы еще электричество не подвели, мы уже мотивируемся. То есть там окна горят? Да. И окна горят, и фонарики горят. А... Вот сейчас... А вот это вот акварели. А работы какие-то можно у вас купить, да? Ну, мы... Не продают галереи, мы просто связываем автора с желающим купить. Видите, это уже процессы от нас не касаются, что мы не берем их. Ага. Дивиденды вот этот вот ручек. А это давайте я сочкунула. Вообще эта композиция. Ну, как красивая. То есть он как светильничек может, а может как витражек. Керамика. Такие работы керамические. А вы кулинар, это хобби или вообще как это... Нет, мы у нас техник. Я радиоэлектроник. Да. Ну, по образованию, по профессии сейчас учитель в начальной классе. Все в художнике надо. То есть вот это вам все, что крутится, звенит и поет? Смазайте. Ну, тем не менее, слушайте, как красиво вы их сделали-то. Я почему спросила? Ну, то есть это очень красиво, вот эти все деревья-то. Да, пожалуйста. На самом деле, сзади зима моя, одна из самых любимых. Вот она, поскольку зима, но не знаю, на стене. Слушайте, а если бы еще этот, видите, он со всех сторон, да? Просто шедевральный. Еще бы чуть-чуть. А вот это прозрачное, это... Это крамельное окошко. То есть, на самом деле, я думала, это даже там прозрачное. Думаю, может, там туда даже фонарик. Да, да, да. И будет видно, как это работает. Ну, то есть вот это все. А, может, туда есть подсветить. Ничего себе. То есть это кратеричное. Да, это все. Обалдеть. Какой фонарик бы вставить. Обалдеть. Прям витражи какие-то, да? Да, так очень красиво. Так вот, если сделать не пряничный, а витражный такой вообще, знаете, вот как, ну, ночничок что ли. Да, вообще сказка. Ну, вот мне нравится, что из самых простых материалов, которые есть в соседней пятерочке, грубо говоря, можно сесть и вечером вот сделать такой... Ну, я не знаю, что там надо купить пятерочки. А что там, бука, сахар, яйца. Да, все так просто. Ну, не знаю. У меня дальше блинов редко куда-то. Все, вообще, да. Яйца, бука. И главное, чтобы крутилась свинья вот эти, на граммофонный диск поставить. Ну, вот эти, которые... Да, правда? Да вы что, это вот от этого от проигрываете-то, да? Да, да, старая неработа. Ну, вот оно как. Вот оно как все делается. Смотрите, там у нее вот уникальные из семейных фотографий... Ой, а надо на кнопочку нажать, да? Да, подержать немножко, 4 секунды. Раз, два, три, четыре. Ой. А это все один автор или это разный? А, это уже только... Это у вас конкурс пряничных, да? Нет, да, у нас после конкурса мы, значит, работа доставляем. О-о-о. И так вот, все вот всю жизнь. Ой, ну надо. Сожжение, смерть. Угу. Спасибо большое за рассказ. И галерея работает каждый день, да? Или у вас есть, наверное, выходной день? Нет, в воскресенье не будет денег выходной, но часто понедельник только выходной. Так как в воскресенье идут концерты, и мы идем навстречу. Ну, у вас есть сайт, да, где можно найти информацию? Да, это было скорее группу ВКонтакте, там более проще происходят. Текущие события, да, где освещаются. Ладно, ну, приглашаем всех посмотреть замечательные выставки. И кто будет смотреть накануне Европейского Рождества или накануне Нового Года, всех поздравляем. И православного Рождества. И православного Рождества чуть позже, да? Всех с наступающим. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok